всем привет сегодня на видео интересная как по мне камера видеонаблюдения с алиэкспресс по коробке видно что камера айси си икс и май это уже плюс огромный ну и что собой представляет эта камера в виде лампочки вот такой вот вариант по сути это поворотная камера видеонаблюдения икс и маевская но в таком вот корпусе и с подключением патрон и 27 то есть вкручиваем ваш патрон стандартный я 27 и камера работает ей не нужен блок питания питается она вот 220 подается обычно как лампочка а здесь стоит преобразователь который питает камеру скорее всего пятью ну или 12 вольтами карта памяти кнопка сброса заявлена камера 360 но нет упор есть но скорее всего она поворачивается именно да по кругу она не вращается постоянно но смотрит она полностью назад есть возможность отслеживать картинку как впереди так и сзади то есть полностью 360 градусов имеет три ночных режима как уже могли заметить 4 ик светодиода и 4 лет светодиода как обычная поворотная современная икс и маевская камера с тремя ночными режимами то есть камера может выполнять функцию понятно камеры ну и плюс подсвечивать ночью как вы поставите или постоянно светить куда она смотрит белыми лет светодиодами или же срабатывать по тревоге включать белые лет светодиоды ну и светить понятно как лампа наклон также под себя камера полностью смотрит также имеет микрофон встроенный вот в отверстие и динамик динамик по размеру скорее всего не сильно мощный какую-то фразу передать вы можете удаленно с приложения и включать может она тревогу обнаруживает движение и включает сирену в динамике ну и вам присылает уведомление на смартфон применять ее можно где угодно но она не всепогодная так сказать ее использовать под открытым небом написано что не рекомендуется желательно где-то под навесом может какой-то светильник патрон скрутили какой-то козырек большой и камера будет работать также на улице в помещении можно без всяких козырьков понятно в комплекте идет такой вот патрон с креплением на потолок понятно что на стене это будет неадекватно работать на потолочное крепление ну или же можно ее использовать даже на столе в приложении можно перевернуть картинку и камера будет у вас настольный вариант подключили здесь уже прижимные контакты есть кабель и в розетку 220 включили также в комплекте крепления есть иголка для сброса нажатия на кнопку сброса к заводским установкам инструкция где-то да здесь инструкция обычная икс и маевской камеры подключение все по стандарту и карты памяти также вы можете заказывать у продавца или использовать свои перед подключением устанавливаю карту памяти до защелкивания обычно установка и буду подключать в этот патрон изначально потому что он удобно стоит на столе в последующем можно в любой патрон е27 эту лампу будет закручивать отпустил контакты винты прижимные полярность не прописано соблюдать полярность я так понимаю не обязательно и устанавливаю кабель включаю кабель в розетку 220 и обычная загрузка тест светодиодов тест поворотного устройства щелкание ик фильтра тест ик фильтра день ночь камера до упора поворачивается стандартный тестовый режим и уже говорит камера нужно ее подключать устанавливаем приложение на смартфон айсиси айсиси про икс и май икс и май про кто каким пользуются если еще не пользуетесь устанавливайте и выбирайте какое нравится айсиси мне больше нравится я им пользуюсь именно для поворотных камер для вот таких желательно айсиси икс и май это для видеорегистраторов все просто плюс вай фай камера следующий шаг вай фай 2 и 4 герца поддерживает камера 5 герц не поддерживает вай фай слышали следующий сигнал вай фай роутер выбирайте который вам нужно и пароль его все стандартно подтвердить qr-код показываем камере следующий шаг нажимаем и показываем qr-код короче ничего не получалось qr-код камера не считывала даже вытащил карту памяти уже но зашел в приложение айсиси про спро перед этим просто вайсиси решил добавить сайсиси про получилось поэтому бывают такие моменты перезагрузили камеру то есть сбросили настройки питание камере включили выключили зашли из другого приложения например и сделали все серийный номер светится пароль который ваш присваиваете название камере понятно это будет лампа и сохраняем все по стандарту нету карточки предупреждает запись можно выбирать будет уже потом настроите когда ставите карту памяти в приложении присылать уведомления на смартфон присылать камера лампа в эфире отлично быстрое подключение быстрый заход на камеру картинка кверх ногами но как я вам сказал можно ее перевернуть сразу это сделаем потом можно перевернуть когда камера будет работать в своем обычном состоянии так где же она на основные настройки повернуть изображение вверх-вниз отразить изображение скорее всего вверх-вниз и сохранить успешно сохранено выходим до картинка перевернута и нормально теперь камера видит поворачивается то есть вверх-вниз и по сторонам отлично заявленная камера 2 мегапиксельная потом посмотрим в характеристиках но я смотрю что тут большее разрешение наверное где-то 3 мегапикселя какие здесь еще моменты give it a try general panoramics навигатор скорее всего в тур можно настраивать или что-то напишите в комментариях этот значок редко попадается но попадается на некоторых эксимаевских камерах что он назначает дальше понятно разберусь но пока пишите комментарии и здесь о камера со слежением отлично я вам говорил что эта камера как обычная вот эксимаевская поворотная камера со слежением так и эта камера set watch и авто трек switch включаем и камера следит за движущимися объектами за человеком она чисто не следит а за всеми движущимися объектами следить может давайте по настройкам думаю ничего нового не будет но все-таки название язык устройства это тон сразу выключим тон чтобы при перезагрузке камера не не использовала голосовые сад команды голосовых команд язык вот португальский добавился вьетнамский понятного языка пока для нас нету со временем возможно будет скорость поворота быстро нормально медленно можно регулировать не забывайте сохранить вот он я убрал и жму сохранить тогда настройка сохранится камера не будет тревожить своими голосовыми командами управления паролями понятно настройки тревоги включить детекцию уже включена и все остальное чувствительность просьба не беспокоить график можете ставить и intelligent vigilance за человеком следить не может но по человеку может вести запись когда включаем слежение human shape detection автоматом вырубится выключили слежение можно будет вручную включить за силуэтом человека то есть тревога по силуэту человека и включение записи показать следы выделить человека или галочку над объектом кордон пересечения линии человек пошел туда сработала тревога камера вас осведомила пошел в обратную сторону камера вас не тревожит кордон выделяем область где будет камера работать по человеку возле калитки вашей возле дверей и также за ним сохранить если нужно пуш оповещение все здесь понятно все то же самое управление памятью карту памяти надо вставить настройки сети камера может работать в ап режиме точки доступа напрямую вы можете со смартфона заходить на камеру переключите зайдете и на расстоянии 10 метров можно отслеживать камеру без участия роутера сейчас у меня через роутер работает все понятно и информация по устройству все здесь стандартно qr-код айди устройство серийный номер версии версия устройства дата выпуска синхронизировать время стоит туда зайти и сразу синхронизацию по времени сделать по дате со смартфоном прошивка устройства последняя будет прошивка кликайте обновляйте главное чтобы питание было стабильно восстановить заводские настройки также можно но также можно и кнопку зажать и девайс ребут ну перезагрузка устройства но если у вас есть доступ к устройству вот с приложения все спрашивает облачное хранилище активировать 30 дней бесплатно активация то есть пробный тест потом надо будет платить там три доллара что-то в зависимости от дней сохраненных но можно зайти потом в настройках есть облачный сервис значок уровня сигнала вайфая также есть и он реально работает можно по нему ориентироваться ну и желательно камеру устанавливать в том месте где сигнал вайфая хотя бы выше среднего робот е лет домашний ip адрес то есть камера уже у меня в домашней сети понятно так бы я ее на смартфоном бы не нашел то есть она может и по он вив находиться то есть он в их протокол у нее есть камера есть добавляю ее ввожу пароль который я присвоил применить выход лампа название всю камера в домашней сети и на видеорегистраторе на видеорегистраторе иксимаевском камера иксимаевская полная совместимость работает вот она сейчас даже да по силуэту человека есть значок высвечивается в по силуэту человека запись все стандартно камерой можно также управлять будет видеорегистратора в онлайне вы видите картинку с камеры плюс какой камера пишет на свою карту памяти камера пишет на жесткий диск видеорегистратора в домашней сети у вас камеру понесли в крутили в гараже есть там wi-fi домашний понесли вкрутили на улице куда захотели то есть под навесом камера на улице под навесом один момент вот виден сразу на видео что это возможно раскачка если камера висит просто на шнурке вкрученная в патрон никак не зафиксирована то возможно вот раскачка ветром ну я думаю сама камера раскачивать патрон не будет остановиться дальше выйдем посмотрим при повороте я имею ввиду будут ли какие-то видны моменты с видеорегистратора камеру также можно перевернуть видеорегистраторе раздел айпи камера заходим и настройки изображения здесь также вот вся информация по камере qr-код серийного номера серийный номер если нужен информация вся здесь есть настройки изображения и зеркальная и опрокинуть опрокинуть ставим галочку жмем применить картинка опрокинута все просто петизи так лево-право перепутано но это такое дело ну вот в общем то можно видеть есть ли раскачка да 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 камера когда поворачивается какое-то время то есть она дергает шнурок и вот такие моменты могут происходить так что у нас вниз вверх-вниз нормально но картинка я вам скажу хорошая детализированная классная картинка сейчас посмотрим по характеристикам это хорошо что видеорегистратор камеру увидел я могу теперь ну не можно заходить в веб-интерфейс камеры например веб-интерфейс зайти и по ip-адресу и все это можно увидеть настройки все если у вас нету видеорегистратора на компьютере и также программа cms и вмс для удаленного отслеживания камер из компьютера и также все настройки все глубокие настройки настройки цветности яркости прошивки и обновления все это cms и вмс но в основном cms на двадцатом канале компрессия можно в разделе айпи камера также компрессию увидеть так что у нас здесь разрешение до 1080p но хорошие 2 мегапикселя хорошая можно 1 мегапиксель поставить два вида разрешений и по 25 кадров в секунду да давайте поставим ok сохранить еще раз заходим на 20 канал до 25 кадров в секунду 2 мегапикселя для этой камеры вполне достаточно формат сжатия 265 с x и x нету 265 чистого но один из минусов но второй поток ведет звук также в двух потоках все отлично жмем ok камера работает звук есть в колонках видеорегистратора звук с улицы звук нормальной нету никаких помех все отлично по поворотам камеры камера как я вам говорил может полностью смотреть за собой но по кругу не вращается вот до упора до упора дошла следующий поворот в динамиках немного слышен звук привода моторчиков но не критично и вот камера вращается назад до упора то есть 360 но по кругу вращения нету упор есть вот раз все остановилась ну отлично это вполне вполне таки достаточно то есть если камера будет следить за объектом в повесили вы ее в центре например в центре какого-то помещения на шнурке на спустили на патроне и и как обычная лампочка висит то камера будет вращаться то есть за объектами следить до упора взад вперед вот так вот вверх немного даже выше чем положено не вперед а немного вверх она даже смотрит если полностью вот поднять о еще да вот есть о-о-о-о ничего я думал я думал это конец вот практически она может вверх смотреть на небо случае чего если нужно и вниз полностью под себя смотрит вот отлично диапазон поворотов но то что нужно отлично при этом с приложение качество сигнала вайфай видите какое камера работает повороты все эти дела то есть не нету ни перебоев никаких нормально на низком сигнале вайфая работает отлично включаю автослежение иконка фиксируем сразу область возврата назад куда камера после слежения чтоб возвращалась назад именно вот этот вариант выбрали выставили куда нужно set watch set watch сохранилась и автотрек свитч при этом обычное предупреждение что human detection определение силуэта человека будет отключена продолжить операцию окей все камера будет следить за движущимися объектами и смотрите что вот какой может быть момент если камера раскачивается то может ей некоторые моменты казаться что что-то движется тут она следит именно не за объектами а за изменением в картинке и вот она это и начинает чтоб камеру пускать вот в слежение ее надо зафиксировать потому что она реагирует за изменением в картинке да вот начала за мной следить то есть обычное слежение как у поворотной камеры но вы видите что происходит во время поворота поворотов камера раскачивается и это для нее нежелательно когда используется слежение установил на жесткое крепление смотрите камера теперь адекватно начала следить за движущими объектами поэтому такой нюанс есть этой камеры вот сейчас вообще классно адекватно следит отхожу и она вот-вот-вот-вот поднимает плавно поворачивается за мной ну и по кругу по кругу по кругу я хожу и она не отслеживает переместил камеру на 16 канал давайте в меню настроек тревоги зайдем посмотрим ну тестовые люди все есть но если выключить силуэт человека тестовые люди то останется по всему движению кошка пошла ветер деревья шевелятся тень различные моменты камеров на все это будет реагировать порог можно ставить чувствительность также как сергей с видеорегистратора так и с приложением на смартфоне все это возможно мобильный отчет имеется в виду прислание уведомлений на смартфон по тревоге которую вы поставили также можно поставить и на видеорегистратор зуммер зуммер будет пищать зуммер по определению сил это человека с этой камеры качество картинки сами можете видеть на обычные 2 мегапикселя ничего сверхъестественного при зуммировании теряется качество понятно при цифровом но это 2 мегапикселя камера за день порадовала никаких в общем то вопросов нету стабильная работа хоть и на слабом вай фай и кстати в том месте смартфон имеет точно такие же показатели по вай фай 2 деления момент какой разобрался с вот этим вот значком панорамирование нажимаем give it a try и камера пошла вращаться вот на видеорегистраторе видно на приложении видим появляются снимки панорамные потом сопоставится из них панорама то есть просто вы можете будете на них кликать и переходить по этим снимкам кликаем монитор и появляется у нас строка внизу вот такая на приложении можно скрыть ее можно раскрыть и выбираете значок и туда поворачивается камера то есть картинка соответствует направлению камеры такие пресеты себе кто дальше знает по этому моменту может что-то еще возможно больше какую-то панораму запускать или в тур камеру пускать напишите в комментариях картинка с камерой нормально беспроблемная ночная картинка как 2 мегапиксельного варианта вполне таки нормально нету никаких косяков объектив хороший стоит матрица на свои деньги также хорошая двойные ночные режимы можно заходить отсюда можно назвал на значок нажимать попадаем ночные режимы двойной по движению человека черно-белый понятно постоянно черно-белый цветной постоянно в цвете задействованием светодиодов ночной подсветки вот хороший такой дополнительный светильник освещает неплохо территорию опять же камера для большой территории предназначена видно желтым светят ли цветодиоды но свет не свет не не сильно желтый белый такой свет нормальный нам для небольшого расстояния вполне таки подойдет и тут уже выбирайте он может светить до утра двойной самый нормальный вариант по движению ставите или по силуэту человека будет работать также чувствительность можно выставлять и время освещения задержки освещения светодиодов тревожные сообщения в приложении приходят перейти можно посмотреть сразу фото прогружаются фото по тревоге и кстати можно сортировать all или детекция движения или же силуэт человека если ставили по силуэту человека и по движению можно сортировать по силуэту человека выделение идет именно человек в кадре кошку не на кошку не реагирует на человека если же детекция движения то на любое движение так тут мальчик в трусиках присутствовал тут кошка видно пошевелилась то есть вот такие моменты опять кошка даже может реаги движение быть на изменение солнце вышло резко зашло также может запись включаться это детекция движения по всем движениям вот тень двигалась то есть такие моменты если хотите чисто по человеку ставьте по человеку зайдя на карту памяти можем получить также все что нам нужно постоянная или тревога и вот сюжеты сюжеты которые вы можете просматривать прогружаются картинки сюжетов и можете также скачивать карта памяти установлена в камеру все происходит удаленно также вы будете с мобильного интернета заходить можете такие же все действия проводить из любой точки мира воспроизведения и тут же могу выделить этот ролик вот так отметить его отметил зеленым и здесь что сделать скачать и идет скачивание ролика который выбрал скачался ролик воспроизвести и воспроизводится на смартфоне как по мне отличный вариант камеры нюансы вам показал если хотите использовать слежение нужно ее закреплять жестко то есть патрон должен быть закреплен чтобы не было раскачки если не будете использовать слежение а просто ставите по силуэту человека там определение движения просто видеонаблюдение записью на карту памяти с удаленным отслеживанием со смартфона получением уведомлений можете ее на шнурке вот так вешать опускать где-то посреди склада опустили ее на шнурке и она контролирует ситуацию вращаете ей туда-сюда контролируете ситуацию и производит запись видеорегистратору подключать можно ну какие минусы назвал вот это расшатывание форма джать аж 264 будет будет больше места заниматься на карте памяти но поддержка до 128 гигабайт карт памяти есть поэтому наверное не столь существенная проблема больше никаких в общем то вопросов нету стабильность работы по вай фай все отлично камера порадовала кому нужна она в украине именно эта камера продаю ее по закупке алиэкспресс сразу пишите мне в личку и отправлю вам по украине новой почта или как там захотите кстати есть такие же варианты камеры с прошивкой под приложение ту я smart life будет видеообзор скоро у меня такой камеры также кому нужно ссылку дам в описании к видео на алиэкспресс 1 эту также дам на алиэкспресс в описании к видео все переходите и делайте заказ на сегодня все подписывайтесь на канал ставьте лайк обязательно помогайте продвигать видео ютубу вашими комментариями и лайками и так же на телеграм подпишитесь на мой на телеграм-канал там делюсь с вами новинками анонсы что будет следующих видео чат в телеграме по видео видеонаблюдению специализированный чат где общаются новички специалисты все кто заинтересован в общении по теме видеонаблюдения помогаем друг другу на инстаграм также фото делюсь анонсами всем удачи до следующих видео